всем доброе утро тут настроим доброе утро всем доброе утро доброе утро хорошее доброе утро отключаемся подключаемся людмила александровна вам доброго утречка сургутского морозного хорошего вот сегодня у нас очередной эфир по средам прямой эфир в котором мы рассказываем про наших лидеров лидеров нашей компании это люди у которых своя история свой так сказать жизненный путь свое становление свое развитие в компании да не только в компании ты в самой жизни потому что компания вносит изменения в самой жизни в среде окружении финансах да вообще принципе во всем вот сейчас я приглашу андрея журавлёва с которым мы будем совместно проводить эфир так что-то я не вижу где у нас андрей сейчас андрей подключится и соответственно мы уже сначала мы расскажем коротко то как мы знаем этого человека вы попытаетесь угадать с кем у нас будет сегодняшний эфир и дальше мы уже пригласим непосредственно нашего спикера нашего лидера и он расскажет свою свою историю и соответственно мы зададим ему ряд вопросов на которые он ответит то есть будет вопрос от меня будут вопросы от андрея и конечно же конечно же будут вопросы из зала поэтому пока мы ждем подключений ждем андрея так вот андрей у нас появился и соответственно пока вот сейчас андрей подключается ему соответственно уже вы можете писать свои вопросы в чат так сейчас чуть-чуть подправим можете писать свои вопросы в чат и соответственно кто-нибудь из нас либо я либо андрей мы зачитаем ваши вопросы соответственно наша темная лошадка наш серый кардинал а собственно говоря ответит на ваши вопросы ну коротко хочу сказать свою скажем так историю знакомства с этим человеком первый а ты будешь продавать его но мы его не продадим он у нас непродаваемый поэтому мы его не никому не отдадим вот да это здорово смотрю народ вообще активненько подсоединяется это вообще это круто это здорово мне это радует что с каждым эфиром у нас становится все больше и больше людей которые приходят нас посмотреть послушать познакомиться и в каком-то моменте познакомиться самой компании ну и соответственно познакомиться с лидерами в компании что хочу сказать что с этим человеком я познакомился давно ты в самом начале своей карьеры в компании это так сказать прародитель нашей структуры в городе сургуте то есть от него по сути ну на моей памяти да от него пошла пошло становление структуры насколько я знаю это человек который пережил несколько таких волновых и взлетов и падений в компании тем не менее несмотря ни на что на сегодняшний день остается лидером остается в компании не бросает это дело я знаю историю как он ходил по офисам рассказывал показывал на тот момент еще был только один юридический сервис а все короче спалился он ходил по ну никто не услышал якобы да давайте сделаем вид что никто не услышал вот он ходил по офисам рассказывал что есть такая компания то есть человек неумолимо прям просто сел свое зерно рассказывал о компании и в какой-то момент его зерна дали свои всходы и началось становление новый виток в его карьерном росте началась зарождаться новая команда как в городе сургуте так и в других городах ну и соответственно чем дальше тем компания компания становилась больше и больше могу сказать что это своеобразный человек человек с характером очень эмоциональный человек харизматичный человек местами вспыльчивый но очень быстро отходчивый с которым был можно договориться это человек целеустремленный который несмотря ни на что идет к своей цели несмотря опять же говорю там на взлеты нападения на изменения в компании все чтобы не происходило в компании человек верит что компания будет в общем все хорошо будет в компании и я его хорошо знаю как хорошего организатора как харизматичного лидера за которым в принципе по сегодняшний день идут люди и команда его тоже растет ну вот если так вот очень коротко рассказать вот теперь андрей твое слово да как ты познакомился с этим человеком всем привет краснодара люди приходят люди заходят да мы знакомимся с очень интересными людьми и один из этих людей один из лидеров это этот человек ну как я с ним познакомился как бы а знаю историю до становления города сургут да знаю очень многих людей лидеров а именно а светлану или но а самом то деле светлана или нато пришла за кем-то и она пришла именно за этим человеком а с александром а знаком как онлайн и а знаком живую когда познакомился а 2020 году то будучи на мероприятии компании на миллениуме а в самом классном месте под подмосковье лес арт резор у нас есть маленькая традиция а играть в футбол футбол с командой президента ну и и все я как участник со стороны партнера выхожу и здесь в команде у нас тоже этот человек он тоже как сказал виктор он активный да лидер везде участвует он тоже играл с нами футбол и это была первая победа над командой президента такого еще никогда не было когда это победитель но это же хорошо потому что от кого мы учимся за кем идем это большой прогресс именно для Сергея Сергеевича Викренева что его партнеры его команда да двигается вперед и желает его победить быть с ним на одном уровне на одной планке в сообществе успешных ну и дальше что после этого да с Александром знаком онлайн и уже так как мы собираемся на всех мероприятиях мы уже становимся одной семьей всегда человек открытый да то есть мы встречаемся обнимаемся целуемся как Брежнев говорит да там три раза там обманулись звезды по русским традициям да 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 общаемся так что знаю я этого человека вот так это очень крутой да парень предприниматель никогда не сдается открыватель сургута найдя всего одного человека такого сильного да но он также не останавливается идет вперед ну и теперь Виктор скажет кто это и мы его приглашаем и задаем свои классные вопросы я уже подготовил а вы подготовили свои вопросы ну и конечно же конечно это самый такой торжественный момент мы приглашаем нашего серого кардинала приглашаем в эфир прородителя сургутской структуры родоначальника человека за которым идет команда это партнер статусе региональный директор Александр Зубец барабанная дробь Саша напиши что-нибудь в чат да Виктора посмотрели лоб весь рассмотрели да у него прекрасная история да мысли мысли мозг Саша напиши что-нибудь в чат я не могу тебя найти где ты я тебя видел вот вот все вы нашли Александра Александр отправил нам запрос все ждем когда Александр к нам подключится Саша что мы увидим лечка здоровья 2.0 кабинет он надел шапку невидимку ребята смотрите ну вы разогрели конечно вот привет Саша привет рады тебя видеть ну и традиционно Саша как все эфиры с лидерами расскажи свою историю успеха насколько я знаю история успеха у тебя была такая своеобразная со своими взлетами и падениями то есть иногда там сомнениями в душе стоит или не стоит да но тем не менее даже на сегодняшний день ты продолжаешь вести свое дело поэтому вот твоя история успеха мы тебя слушаем Саша а народ пока Александр рассказывает свою историю пишите вопросы ну кто-то или я или Андрей мы их зачитаем Саша тебе слово спасибо Виктор за слово спасибо за добрые слова Андрей Виктор ну классно разогрели приятно когда о тебе говорят приятно вот ну как бы чтобы время сэкономить постараюсь быть лаконичным история такая же как наверное у 90 процентов предпринимателей все возможности в нашу жизнь приходят через других людей вот вот в 12-м году я занимался традиционным бизнесом закрывал бутик одежды вот и собственно находился в поиске чем дальше мне еще заниматься то есть куда-то надо было двигаться и меня позвали на деловую встречу на деловой встрече мне ребята рассказали об идее самое главное да что сегодня уже в 12-м году и в дальнейшем как и сегодня в 21-м так это будет и через сто лет да любой человек может по телефону через интернет решать любые свои юридические вопросы я собственно поскольку человек ну без юридического образования ну понял что мне это будет приносить большую пользу потому что жизнь наше время очень сильно уже на тот момент поменялось а сейчас это ну просто кардинальные изменения да то есть я увидел в этом большую сильную идею увидел в этом перспективу и собственно несмотря на то что модель бизнеса имела вызов то есть я никогда именно таким продвижением не занимался как-то вот этот вот страх неизведанного я переборол короче сила идеи переборола страх неизведанного и я присоединился к партнерской программе и собственно начал в этой истории развиваться изучать ее развиваться вот и в процессе уже научился здесь много чему интересному Саша можно вопрос сразу пока не ушли далеко но ты сказал 2012 год 21 видишь цифры переименовались так что же было причиной 2012 год конец света помнишь говорили ты тут раз вступаешь в европейскую трудовую службу рассказывать делись слушай конец света андрей спасибо но это же как говорится я уже и забыл там же все календарь мая кончался все всем хана да то есть ну и опять же когда человек становится предпринимателем кругозор расширяется да и появляется в голове информация которой ну в обычной традиционной жизни она как-то не приходит фокуса внимания нет в этом направлении но сейчас уже наверное ленивый только об этом не слышал что в китайской поговорке в китайском иероглифе слову кризис есть два обозначения первое обозначение это ну все плохо а второе обозначение это большие возможности вот и ну не знаю я знаешь я как-то за жизнь свою привык доверять своей интуиции то есть вот на той встрече что почувствовал что что-то за этим есть большое и поскольку как-то опять же ну знаешь я понял что я хочу в своей жизни как-то сильно реализоваться вот прям сильно по максимуму из возможного чтобы я смог это все еще и детям передать да и сам получить и собственно я даже не знал в каком направлении двигаться но когда мне вот ребята рассказали об этой идее я почувствовал что ну как-то я доверился интуиции и пошел сюда а вообще искал я различные направления лес мы там думали возить да что то что только не думали на самом деле в принципе нормальный бизнес я думаю если взялись и тот бы развили но что просуществовал бы он до сегодняшнего дня тут уже другой вопрос вот саш у меня тоже вопрос такой к тебе вот насколько я знаю я могу конечно немножко ошибаться в датах но это по-моему был 2016 2017 год как раз когда я пришел в семнадцатом году вот по-моему 16 17 был такой некий такой спад активности в компании я знаю что в тот момент уходили большие лидеры да из компании рушились команды то есть был такой ну назовем это ну кризис не кризис да но был такой спад активности в компании вот скажи почему что удержало тебя что вот что такого вот какая перспектива и что такого ты видел вот в будущем да вот ты не пошел да там искать дальше какое-то там новое направление да что тебя удержало почему ты не поддался эмоциям ну потому что насколько я знаю уходили действительно серьезные лидеры уходили лидеры там статуса федеральных директоров международные директора уходили да то есть серьезные довольно таки с большими командами вот скажи вот в этот момент вот были сомнения были качели там уйти и не уйти остаться не остаться и что что какие мысли надежды позволили все таки остаться и продолжать развивать компанию дальше Виктор классный вопрос очень классный вопрос ну во первых бизнес это бизнес всегда есть какие-то спады какие-то падения ну они есть от этого ну от нас тут не зависит да как бы экономическая ситуация погодные условия человеческий фактор это все влияет на наш бизнес и если человек выбрал путь предпринимателя ну необходимо наверное учиться быть стрессоустойчивым не метаться правильно как бы ну четко ясно осознавать где ты что ты делаешь ну и действительно когда не спад наверное нужно давать оценку может действительно стоит посчитать убытки да и переключиться на что-то другое то есть где-то есть на что стоит обращать внимание где-то действительно стоит нужно прекратить эту деятельность тут каждый человек выбирает сам и в 2015 году действительно был спад да у нас в команде поскольку но он не только у нас он по всей россии наверное по всему миру был когда этот доллар вырос и цены резко стали в два раза дороже да то есть и на этом фоне как бы люди испытывали дискомфорт какие-то волнения и принимали различные решения но почему остался я ну во первых в бизнесе есть правило доходит до результата терпеливый нужно развивать себе навык иметь терпение ну наверное знаешь я в разведке служил я служил в армии во взводе разведки вот и там тоже были наставники в нашей жизни очень большую роль играют наставники и по роду своей деятельности в армии ну я учился ждать нас обучали ждать приходилось нам иногда ждать сидеть в засаде да да и наверное вот этот навык как будто это знание начало там выработаться то есть не суетись не стрессует находись в фокусе и дождись того что нужно это первое второе наш бизнес ну партнерство с европейской юридической службы это та деятельность которая меня не ограничивает именно в одном деле за то время когда пошел спад структуре да денег соответственно стало приходить меньше нужно было на что-то жить все мы хотим жить кушать и я за это время без всяких проблем устроился в агентство этажи специалистом по недвижимости поскольку я прокачался в переговорах в закрытии сделок ну навыки мы же по пути в партнерстве с юз много навыков получаем мне эти навыки спокойно дали возможность устроиться в агентство по недвижимости в новую для меня сферу и сразу начать зарабатывать деньги я уже с первого месяца закрыл первую свою сделку да вот пожалуйста деньги пошли дальше я же научился организовывать мероприятие и оказывается мне это нравится и за это время пока был спад и как раз вот перед стартом да Виктор перед тем когда Светлана появились вы там Зуля Сафарова Лена Лавренова много ребят классных Ольга Апарина до сих пор всех помню вот мы создали агентство деловой сургут с ребятами с партнерами мы создали тренинговое агентство деловой сургут и на этом фоне даже провели большое мероприятие при том что на месте организаторы ну других мероприятий концертов тренингов нам говорили что ребят сейчас такое время вы ничего не соберете поэтому сворачиваетесь ну как бы и не переживайте вас никто не осудит но конкуренты как в большинстве случаев говорят всегда у вас ничего не получится рынок занят даже не начинаете Виктор не думаю что там было дело в конкуренции дело в том что как бы ну ребята как специалисты давали действительно нам дельные советы но дело в том что мы просто на себя уже перед определенными людьми взяли обязательства да это там телевидение это радио и отступать нельзя было то есть быть человеком у которого не получилось ну как то не хочется поэтому мы приняли решение что бы то ни было мы это мероприятие создадим пригласили крутого спикера у нас поменялся два раза менялось место мы в четвером в пятером вот так вот садились на холодных звонках создавали это мероприятие в итоге мы это мероприятие создали вышли в ноль научились что такое компания по организацию тренингов и быстро я и п закрыл при том что у меня даже там в постах ну я выкладывал и кубок есть от торгово-промышленной палаты что мы еще вошли в какую-то номинацию в конкурсе такая история короче наше тело позволяет если все круто и все классно заниматься только этим но если что-то пошло не так не в ущерб себе переключиться на любую другую деятельность и ведь у нас действительно много партнеров совмещают ну и ты в том числе ты успешный страховой агент правильный партнер европейской юридической службы в статусе региональный директор это ну о чем-то говорит круто спасибо я хочу ответить на Витин вопрос ну ты сам смотри и Саша приходит 2012 год все конец света отменили приходят вот доллар падал они двигаются дальше еще было несколько там переворотов нет ну революции еще не было но сейчас и революция да уже пандемию мы да переживаем уже 14 лет на 15 так как он может свернуть Витя весь вопрос да Саши ну ты можешь уже сейчас сказать поделиться все таки сколько у тебя структура ну хотя бы там не точное количество что ты понятно что не считаешь хотя бы и было ли принятие с собой решения тогда то есть ты сейчас можешь сказать что это было не дря и почему Андрей второй вопрос не понял структура я понял сколько людей в структуре а второй да и ты можешь сейчас сказать что принятое мое решение было не дря и почему ну 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 структура моя на сегодняшний день уже больше 6 тысяч человек и ну сказать это достаточно трудно поскольку я этот процесс и рост не контролирую именно в бизнесе млм а с европейской юридической службы я открыл бизнес млм и оказывается это потрясающий просто очень ну шикарный комфортный бизнес для любого человека вот и ну она растет присоединяются яркие люди то есть я знаешь как бы в конце жизни главный вопрос что чего ты достиг в жизни что ты сделал полезного и меня вот греет то ощущение то понимание что действительно через меня большое количество людей ну действительно не на словах это не фантики не какие-то там обозначения они реально улучшили свою жизнь они решили и продолжают решать свои повседневные правые вопросы кто-то сохранил жизнь кто-то здоровье кто-то деньги и это происходит каждый день и эти люди по всему миру даже в канаде понимаешь вот это ощущение на самореализацию меня это очень сильно Андрей греет и что еще добавить было ли мое решение правильное да я не сомневался что оно правильное даже когда были сложные ситуации знаешь окружение за кем мы идем очень важно и президент европейской юридической службы Сергей Сергеевич Бекренев с момента посещения мероприятий с посещения вебинаров постов да где он делится своими мыслями с изучение достижений куда идет компания я вижу что Сергей Бекренев придет туда куда надо это большой глобальный лидер и если я просто буду стоять рядом и слушать я тоже точно приду куда надо и если где-то что-то болтает по пути ну значит так происходит значит ну нужно это пережить то есть мне дает именно силу сама юз уверенность то есть президент компании его команда и ну я как бы я верю я в это верю я это вижу да я как бы ну не просто верю как какой-то там фанатик а я как бы ну могу мыслить что-то рассуждать да ведь все мы здравомыслящие люди я понимаю что мы идем в правильном направлении и все те достижений а компании и победы которые мы имеем они сегодня ну просто в топе выше лучше сильнее нет никого и это просто факты поэтому я не сомневаюсь я знаю что одно из первых наверное вот решение внутри у нас всегда должно быть решение оно дает нам в какие-то смутные времена силу и как раз когда у меня был какой-то там первый кризис ну как бы не кризис а когда знаешь у меня нет навыков я пришел к ребятам пришел к бизнесменам кому это идея может полезно они говорят куда ты что ты я на них смотрю вы такие умные я считал что они умнее чем я но оказывается не все умные люди дальновидные и как бы тоже были сомнения и я как бы ну такое для себя понял что говорили да она закроется лохотрон это пирамида ну юристы нет до сих пор ну я сейчас уже такого не встречают давно не слышал и внутри сказал хочу сотрудничать с C UZ вот если компания закроется в ноль все Бекренев объявил все закрылось вот тогда я выдохну и буду переключаться на что-то другое но пока есть Сергей Сергеевич Бекренев пока есть C UZ я буду двигаться в этой компании. И вот это дает мне как-то силу переживать в такие моменты. Спасибо, Саш, спасибо. Витя, давай вопрос твой, хватит уже там о бизнесе, об этом спроси. Я точно знаю, что ты будешь. Да, у нас традиционный вопрос к нашим лидерам, да, потому что история успеха, это конечно здорово, но нам еще интересно и важно знать о наших лидерах, как они живут, да, просто в обычной жизни, то есть не касаясь там бизнеса и всего остального. И мы задаем, вернее, я задаю традиционный вопрос. Вот скажи, есть у тебя какое-нибудь хобби или какое-нибудь твое увлечение не бизнес, просто вот твое личное. Вот кто-то там собирает значки марки, кто-то там читает книжки по истории, кто-то там выращивает цветы. Вот скажи, есть у тебя какое-то хобби, которое доставляет тебе удовольствие, и ты вот в моменты, так, желание там расслабиться, отдохнуть, там, побыть там наедине с тобой, там, что-то где-то подумать. И вот ты вот в момент вот этого занятия вот таким хобби, назовем это так, да, вот ты решаешь какие-то вопросы. Есть у тебя такое занятие? Ну, слушай, как-то как такого нету, не было. Вообще, как бы, вот такое вот хобби, да, там, читал книги, я всегда нравилось мне читать книги, но до сотрудничества с Юз, до предпринимательства это больше было, ну, такая фэнтези, там, фантастика, там, ну, там, ну, различные книги, вот. Рыбалку очень любил, с удочкой, с сетями мы ездили, там, с друзьями, на Аби у нас природа шикарная, там, и стерлядку где-то поймать, можно по бриконьерничать, да, там, ухажешь, шлычки, ну, просто прекрасно. Я спорт любил, да, то есть всегда отжимался, подтягивался, то есть мне эта, ну, идея и история нравится. Ну, и круг общения еще и прибухнуть, да, то есть, ну, как бы, это тоже как-то, как это мы все с этим делали? Хороший хобби. Слушай, а я-то вижу, я вижу, ты вот что-то начал, начал ходить вокруг света, это что, не хобби, это вообще, не каждый так может, на корабле пойти вокруг света, это вообще. Вот. Вот. С ЕЮС у меня сейчас как такового хобби тоже нет. Ну, как бы, вот, я прям не могу сказать, что я вот занимаюсь только этим, вот оно мне нравится, вот как-то марки собирай, да. Книги я продолжаю читать, только переключился, больше на бизнес-литературу развивающую, мне, ну, очень нравится. Сейчас вот уже третий раз переслушиваю книгу «Продавая незримое». Это о том, как продавать услуги, а это, ну, это не то, что товары совсем, тут и позиционирование, и клиентский запрос, это очень важно. С ЕЮС я узнал, что мне нравится, я же не знаю, мы много чего о себе не знаем, но с ЕЮС я узнал, что мне, оказывается, очень нравится, организовывать и проводить различные мероприятия и форумы. Я реально получаю от этого удовольствие, да, когда нужно договориться с людьми, найти зал, дать рекламу, собрать команду под это дело, в первую очередь, создавать мозговые штурмы, да, кому что сказать, как пригласить, Виктор, ну, ты знаешь, мы сейчас делаем мероприятие 27-го у нас будет в Сургуте, потрясающе классное мероприятие, как создать, чтобы люди после этого мероприятия ушли с приятными впечатлениями, эмоциями, это важно, да, мне понравилось проводить игру «Денежный поток», я теперь ведущий игры «Денежный поток», и у меня это очень хорошо получается, это я тоже делаю по настроению, да, то есть, и сейчас вот уже скоро буду проводить игру «Мафия», собственно, ну, готовимся, команду формируем, дальше что? Мне нравится проводить здесь, вот с утра, знаете, вот самый основной свой порог, как бы не порог, а, ну, недостаток или слабость, там, ну, каждый по-разному это называет, дисциплина, вот с дисциплиной у меня с самого детства всегда она у меня хромала, и, ну, как же, люблю я поспать, что поделать, да, люблю я поспать, что поделать, встаю, хочу вставать всем, но встаю почему-то в 9, или в 10, да, опять, слава Богу, наш бизнес позволяет иметь немножечко такой разгильдяйный образ жизни, да, иметь такие слава Богу. Да, это знакомая история, и посещая с тобой некие мероприятия компании, то есть я как бы столкнулся с твоим любимым занятием, и в итоге проспать на самолет, есть такие моменты. Да, да. Не, ну, Саш, а как же, ну, ты в начале истории, ты сказал, что ты служил в армии, у вас там были наставники, насколько я знаю, армия воспитывает очень много, у меня у самого отец офицер запаса, да, он всегда приучал меня к дисциплине, и я думаю, что армия всегда же должна, как бы, да, там воспитывать какие-то там, ну, по крайней мере, дисциплину точно. Ну, видишь, слабости есть, слабости есть у всех, и у наших. Давайте не будем затягивать, следующий есть еще вопрос, задавайте вопрос, а у меня следующий, Саш, мы тебя знаем, как успешного, сильного, успремленного, молодого, красивого, а поделись, все-таки, своим ближним окружением, семья, жена, дети, родители, кто там, братья, сестры, чем ты гордишься, свое окружение, самое близкое, поделись. Да, я горжусь всем своим окружением, на самом деле, и семьей, и родней особенно, ну, так получилось, ну, как так получилось, жизнь такая, да, к сожалению, мама, папа у меня умерли, вот, так получилось, но, братья, меня поддерживают, сестра, у меня потрясающая жена, которая, большая ей благодарность, когда в момент какие-то сложности, сомнения, она не делает мне вот так вот, тынь, 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 девушки, это очень важно, не парьте мозги своим мужчинам, и мужчины для вас сделают все, ну, что необходимо для вашего счастья, просто, ну, не делайте им мозги, мне повезло, Ирина, как бы, дает мне и одному побыть, когда надо, и молчит, где-то, может, проглатывает, когда сказать, может, что-то охота, она меня поддерживает, у нас двое прекрасных детей, прекрасная Софья, сообразительная, у меня сын, у меня прекрасная теща, даже, представляете, которая, ну, тоже приятно с ней побеседовать, поговорить, то есть, ну, вообще, в целом, как бы, и, родня, я очень рад, по поводу окружения, ну, окружение поменялось, ребят, если говорить откровенно, не знаю, посмотрят эфир, кто нет, мы с моих старых друзей, знакомых, с кем-то я из них поддерживаю отношения, с кем-то уже давно не общались, зона интересов поменялась, ну, как бы, я стремлюсь к одному, ребята стремятся к другому, да, то есть, ну, в принципе, я и то окружение до этого жизни знал, мы же не с детства, не с садика же, мы все знаем, в нашу жизнь приходят какие-то люди, если мы с ними единомышленники, если интересно общаться, мы с ними общаемся, получаем комфорт, если зона фокуса у нас меняется, мы расходимся, это нормальная ситуация, и хочу сказать, что по поводу окружения, я не особо, как бы, разговорчивый человек, я больше, ну, помолчать, подумать, где-то, ну, пошутить, и снова сидеть, молчать, как бы, слушать, больше люблю наблюдать, слушать и радоваться, да, вот, и, но сейчас, ну, Андрей, я тебя не знал, Виктор, я тебя не знал, я не знал, как бы, ну, больше двух, трех тысяч людей, по всему миру, я не был с ними знаком, но сегодня они меня знают, я их знаю, да, и я, как бы, я в это верю, я надеюсь, в это верю, вот я приеду в Краснодар, вроде там никого нету, я звоню, Андрей, я в Краснодаре, ты скажешь, Саня, привет, конечно, ты где, ну-ка, давай с тобой встретимся, да, приеду в Канаду, в Торонто, там и меня встретят, приеду в Тюмень, в Челябинск, там, в Красноярск, да куда угодно, да, то есть есть те люди, с которыми мы так или иначе взаимодействуем, и с кем у нас есть общие темы, это тоже очень хорошая история, как бы, приятная. Круто, спасибо, все поддерживают, ну что, никто-то, я не вижу, что Александру задают вопросы, неужели нету ни у кого своего сокровенного вопроса для Александра, реально, мы не готовились, да, это, может, как он говорит, любит слушать, но вы сами видите, уже 37 минут, пролетело, как одна секунда, и Саша говорит, а мы слушаем его. Да, я путешествую, кстати, Андрей, я вот, знаешь, ну я часто радуюсь, как ребенок, я обычный парень из Сургута, я как бы не мечтал никогда, ну нереально, я как-то особо не мечтал, у меня не было больших, каких-то глобальных целей, у меня с детства было, я даже в школу, у меня вот, я в семь лет в школу, все хотят в школу идти, ну как бы ровесники, а я говорю, нет, я на работу хочу, зачем мне эта школа, да, то есть цель, на работу, там отработать, там все как бы, мечта одна была, хочу зарабатывать столько, чтобы, ну жене не приходилось работать, не знаю, вот у меня вот эта история с детства, мечта мужчины, наверное, но... Ну я думаю, что люди не задают вопросы, Вить, давай тогда, задай свой традиционный, сейчас, Андрей, я просто хочу сказать, хочу сказать. Сейчас скажешь, подожди, я Витя скажу, Вить, скажешь, Саше, чтобы он делал всем пожеланиям, там, помните, какие-нибудь мероприятия ближайшие, кому нужно приехать, и кому обязательно нужно там быть, давай, Саша, давай, договорись свое путешествие, Витя потом расскажет. Ребята, Саша, давай, потом, хорошо. Последнее, да, то есть, там и посты в инстаграме есть, и с Егором, мы, собственно, снова начали обсуждать эту тему, ну, путешествия, я за границу не планировал, не собирался, что там делать, Россия матушка, есть что посмотреть, но, Турция, Батуми, там, Доминикана, ой, Турция, я говорю, Грузия, Доминикана, там, Турция, это вообще уже, как бы, наше место, дислокация, это опять же, благодаря ЮС, да, сильный игрок наш подталкивает, но, пересечь на парусной яхте океан, и не просто пересечь туристам, да, мы стояли на вахте, за штурвалом, ночью шли по звездам, по приборам, днем по приборам, да, там, ГРО, там, понимаешь, вот эти, вот эти, вот эти, или это, это, Саш, сделаем прямой эфир, именно по твоему путешествию, там хватит времени, вон, девушки у нас, город, Орел, Алина Даринская, спрашивают, Александр, что вами двигало моменты, когда что-то не получалось, не только, а в компании, в жизни вообще, что вами двигало моменты, когда что-то не получалось? Классный вопрос, а я, ну, пример даже расскажу, во-первых, ну, а что еще двигает человек, когда не получается, если я остановлюсь, вот ответ, если я сейчас перестану действовать, то что? Ничего. И, знаете, я прям помню, у меня первый такой инсайт был, в свое время, ну, во-первых, я иногда доверяюсь ситуации, как бы, у меня много инструментов, преодолевать ситуацию, когда что-то не получается. Самый первый действенный способ, ляжь по скри, то есть, в любой непонятной ситуации, ложись спать. Я так действую, я не лягу по скри, а потом уже начинаем анализировать, да, то есть, что куда двигаться дальше. Второе, если я остановлюсь, то это ни к чему не приведет, результата не будет, то есть, ну, только дохлая рыба плывет по течению, все остальные против. Ну, и третье, это когда, я помню, когда принял решение, вот, я себе так сказал, в общем, у меня сломалась машина, сильно-сильно, тяжелая поездка, грузоперевозками тогда занимался, я ее там починил, потратил ресурсы, силы, там, все, это далеко от города, деньги кончились, я грязный, уже как чумазый, сам машину делал, тут ночь холодает, и как бы все, и не работает машина. Я такой сел, ну, просто это эмоционально, я так устал, я такой сел на обочину, и такой, ну, все, и у меня даже слеза, представляете, вот так вот пробила, типа, ну, за что мне вот это все, и вот в эту же секунду, это доля секунды, и в эту же секунду, я такой, ну, а что сидеть-то, ничего ж не поменяется, вдохнул, встал, смотрю, машина едет, руку поднял, остановилась машина, когда мы принимаем решение, не зря же говорят, происходит какое-то волшебство, я пока отдыхал до этого города, это под ураем было, по телефону ребят взял, по телефону решил, все с утра, как бы, все было хорошо уже, вот, поэтому, если останавливаться, ничего не придет, ничего не поменяется, надо двигаться, как бы не было тяжело, как бы не было себя жалко, пока дышим, хорошо вам, Саш, хорошо, да, спасибо тебе за твою историю, просто у нас время ограничено, да, в курсе, вот, просто остается совсем немного времени, чтобы те, кто подключились, кто будут смотреть в записи, возможно, это партнеры, которые только-только подключились, возможно, это будут гости, кто только услышал о нашей компании, либо это кто уже слышал о нашей компании, но еще не принял решение, вот, Саш, от тебя, ну, пожелания людям, да, у которых есть какие-то еще сомнения, еще что-то где-то, в принятии каком-то решении, ну, и, конечно, анонс нашего мероприятия, нас в год и приглашение от тебя, как от основного организатора, поэтому, Саш, пожелания и приглашения на мероприятие, на следующий, которые будут в городе спортировать. Хорошо, хорошо, пожелания скажу такое, это я для своего видео готовил пожелания, я всегда готовлю сейчас там послания, поэтому пожелания, ребята, для вас, как для себя, то есть, вот, если человек, не важно, в каком году ты смотришь этот прямой эфир, в 30-м, в 57-м, в 157-м, и слышишь об этой идее, об этих услугах первый раз, я тебя уверяю, до сих пор это предложение актуально, развивается, и обратись ребятам, через кого ты, ну, получил этот прямой эфир, они, ну, дадут тебе всю информацию, и уверен, они до сих пор в теме, вот, все актуально, это первое, не важно, вот сейчас тема есть, она будет актуальна всегда, и, ну, задай вопросы, на вопросы тебе ответят, а дальше принимай решение, то есть, это все равно решение за человеком, тут мы хоть кульбиты, хоть акробаты делаем, как ты можешь что-нибудь убеждай, ничего ты не сделаешь, вот, а, по поводу мероприятия, друзья, у нас 27-го числа, в субботу, в прекраснейшем концертном зале Барсова, будет проходить семинар-старт, бизнес-семинар, бизнес-конференция, посвященная как раз дистанционным услугам европейской юридической службы, и с акцентом на телемедицину, на тот тренд, который сейчас актуален, развивается, куда крупные киты, корпорации вливают огромные деньги, мы поделимся, как эти услуги работают, чем они для людей полезны, почему они пришли навсегда, и как вообще не вливая тех ресурсов, которые вливают огромные киты, вы сегодня можете взять оттуда большую долю этого рынка. Хорошо, хорошо, Саш, спасибо, большое спасибо тебе за эфир, большое спасибо, что согласился выйти рассказать о себе, спасибо Андрей, тоже, что подключился к эфиру, я всех благодарю, кто посмотрел, кто подключился, я благодарю даже тех, кто не задал свой вопрос, потому что, ну, помните, да, что самый глупый вопрос, это не заданный вопрос, поэтому я всех благодарю, эфир будет в записи, смотрите на моей платформе в Инстаграм, будет также выложен на моем YouTube-канале, всех благодарю, следите за эфирами, будет следующий эфир уже на площадке у Андрея, будет новый лидер, будет новая среда, да, и по графику в это же время будет новый эфир, я всех благодарю, всем спасибо, Саша, и тебе еще большая благодарность, спасибо вам за приглашение, все, всем, всем огромное, всем удачи, да, до связи в эфире.